Всем привет! В этом видео я хочу поговорить об эмоциональном выгрании специалиста по охране труда. Очень сейчас модные различные психологические направления. Все мы слышали о созависимых профессиях. Созависимые профессии – это те профессии, в которых люди нуждаются в какой-то психоэмоциональной отдаче, поддержке. И обычно самыми яркими представителями созависимых профессий являются такие люди, как врачи, спасатели, учителя. Это вот самые первые представители. Но почему-то все забывают о нас, об охране труда, о сотах, о специалистах по охране труда. Лично я считаю, что мы даже как бы возглавляем, что ли, эту линейку людей со зависимыми профессиями. Понятно, мы не врачи, у нас не устанавливается такая какая-то психо-взаимосвязь между врачом и пациентом. Но, с другой стороны, мы выполняем такую особую функцию на предприятии, что когда все хорошо, а нас нет, а нас никто не знает. Когда что-то случается, мы нужны. Не обязательно, если это происходит в какой-то несчастный случае. Если рабочему нужна какая-то характеристика, допустим, для установления инвалидности, он обращается к нам, и сразу мы становимся нужными. Особенно, если у этого человека потом чего-то получилось, или, допустим, выход на пенсию нужно ему оформить раньше. И специалист по охране труда также составляет характеристику, пишет условия труда. Плюс, эту характеристику можно составить таким образом, что человеку действительно будут какие-то льготы повышенные и какие-то вообще бонусы. Это зависит от специалиста по охране труда. То, понятное дело, что нужной значимости она обретается. Также, если, допустим, вы действительно что-то предотвратили на своем предприятии, и вот эта благодарность от рабочих идет, вам это очень также приятно. Вы ощущаете, что вы действительно недаром здесь работаете. А когда вы выполняете свою обычную ежедневную рутину, вас еще, допустим, говорят, что ох, он драмаед, вообще сидит, ничего не делает. Хотя, да, вы представляете, какой объем работ бумажный, который никто не видит, да, из рабочих, как бы. Поэтому это все очень тяжело, и очень это сказывается на нашей психике. И у меня у самой было несколько таких вообще. Вообще за всю мою работу специалистом по охране труда мне очень много раз хотелось уволиться. Но всегда случалось что-то такое, что я понимала, что я нужна. Оказывалось, либо что я какому-то рабочему в чем-то помогла, либо вот что-то сделалось такое, либо что-то я там предотвратила. Допустим, шла по цеху, увидела, что что-то тлеет, какой-то пожар. В общем, вовремя это все дело затушили. Поэтому были такие случаи, которые, ох, помогали мне повысить свою именно профессиональную самооценку. Но вообще очень это все дело тяжелое. И мне интересно, вот хочется пообщаться с вами. Скажите, как вы вообще себя чувствуете после тяжелого рабочего дня? Как вы себя ощущаете? Как вы восстанавливаетесь, да, если вы эмоционально выгорели, да, если вам все хочется забросить, к чертям не идти на эту работу, проклинаете этого охрана труда? Какие у вас хобби? Или какие у вас есть свои такие профессиональные лайфхаки? Как вы это все дело переживаете? Я, мне кажется, еще сниму отдельное видео на эту тему, но мне сейчас хочется узнать, как вот вы боретесь, да, с тем, что вы, допустим, вас считают ненужными, вас считают дармоедами, никто не понимает, что вы делаете, да, называют охрана труда собачья профессия. Ведь действительно, в отличие, допустим, да, от тех же следователей, да, допустим, от полиции или от тех же охранников, вот они, да, вот у нас помимо, да, нашей бумажной работы, да, помимо организационной работы по охране труда, да, у нас мы же выполняем контролирующую функцию. Выходим, контролируем, смотрим. Так вот, почему-то, когда охранник ходит по территории, да, и смотрит, допустим, находит там людей в нетрезвом виде, выявляет на территории, его ненавидят, но как бы это его работа, это нормально, то есть к нему нету какой-то агрессии, какой-то прямо вот неприязни. Но если специалист по охране труда остановит человека в нетрезвом виде, то это вызывает какую-то бурю негодование, да, если, допустим, происходит какой-то несчастный случай, уголовный, допустим, да, вот в жизни расследует эта полиция, то полицию не считают какими-то стервятниками. А если произошел несчастный случай на производстве, да, допустим, смертельный случай на производстве особенно, и охрана труда, да, расследует этот несчастный случай, оформляет все документы, собирает, да, подписи, потом ознакомливает всех, то есть она ведет то же самое расследование, как и, допустим, следователь какой-то. Только следователь, это вот в уголовном, да, там, допустим, ну, в другой плоскости, да, ведет это все расследование, а охрана труда ведет это все в другой, да, в своей плоскости расследование. Но это то же самое расследование, да, мы оформляем это также все протоколы, опросы, то почему, когда эти следствия ведут, да, эту работу ведет полиция, это как бы нормально, да, и полицейский не имеет никакого отношения непосредственного личного своего к этой ситуации, да, он ее просто расследует, то когда расследованием занимается охрана труда несчастного случая, то охрана труда в этом несчастном случае и виновата. Я сейчас не говорю о тех, да, недобросовестных работодателях, о тех недобросовестных специалистов по охране труда, такие, естественно, конечно же, существуют, и негодование будет заслуженное. Но чаще вообще всего практика показывает, нарушают вот это все, естественно, не инженеры, да, не специалисты по охране труда. У них нет полномочий, у них нет власти направлять рабочих куда-то что-то делать. Не они этим командуют, да, не я, не специалист по охране труда посылаю работника, допустим, лезть в люк. Его туда посылает мастер, его туда посылает главный инженер, его туда посылает начальник, да, директор. И поэтому вся вина ложится на них. Но когда случается несчастный случай, да, допустим, вот такой недобросовестный работодатель послал своего работника куда-то, да, заведомо на смерть, то потом, когда специалист по охране труда расследует этот несчастный случай, вся ненависть, все, все вот это, вся злоба, она выливается на этого специалиста по охране труда. Не на работодателя, да, потому что работодатель, да, он как бы в стороне, он не общается напрямую, хотя он должен именно напрямую общаться с родственниками, да, извещать родственников о гибели, да, о гибели работников. Но чаще всего это все переваливается на сота, и он ходит, ездит в больницу, да, берет эти показания, да, берет эти объяснительные, и родственники, и все, да, его ненавидят, да, считают его стервятником, что он как-то хочет обезопасить себя. Да, естественно, он выполняет свою работу, и да, с другой стороны, он, да, тоже как-то хочет обезопасить себя, но он обязан, да, взять у вас эти показания. Он не виноват, да, что он выполняет такую работу. Если бы к вам подошел полицейский и просил бы вас давать показания, вы бы к нему относились с меньшим негодованием, по крайней мере, если бы вы ненавидели его, вы ему в лицо это прямо, да, не говорили бы, вы бы все-таки как-то более-менее себя сдерживали, потому что он представитель органов власти, с ним нужно себя вести корректным образом, потому что можно, да, получить срок, да, за оскорбление личности. То со специалистом в охране труда каждый себя ведет так, как хочет, нету никаких рамок, и вот именно это очень сильно угнетает в нашей профессии. Мы занимаемся очень широким спектром действий, да, но у нас при этом нет никаких полномочий, нет никакой власти, чтобы обезопасить себя. Мы не охрана, мы не полиция, мы просто специалисты по охране труда. И вот это сильнее всего угнетает именно вот нас в нашей профессии. Ну, это мое мнение. Поделитесь вашим мнением, что вам больше всего нравится в вашей профессии, что не нравится в вашей профессии. Пишите, будет очень интересно почитать ваше мнение. Пишите, будет очень интересно почитать ваше мнение.